Как американцы проинформировали русских? Что они им сказали? До какой степени они раскрыли свои источники информации, сообщая об этой террористической угрозе? И вообще можно ли было убедительно сообщить о террористической угрозе, не раскрывая каких-то подробностей? Вот если вам бы пришло там, что называется, внимание, внимание, тревога, у вас может состояться террористический акт. Ну как вы это можете поверить? Наверное, должны были быть какие-то документальные подкрепления, нет? Да, здесь еще буквально пару слов, что все зависит от того, противник это или партнер. То есть вот если партнер, то здесь проблем никаких нет. Если нужно поделиться информацией с англичанами или с французами или с немцами, то у американцев нет никаких проблем. Они им рассказывают все, в том числе почти открывая источники или давая такие подробности, которые выведут профессионалов из соответствующих служб французских, немецких или английских, британских практически на источники получения информации американской. С россиянами здесь, конечно, сложнее все. То есть я так думаю, что эта вещь прошла, наверное, по двум каналам. Первое, наверняка это дали сообщения какие-то представители ФБР, дали в посольство в Вашингтоне, в главную резидентуру ФСБ и СВР в Вашингтоне, с одной стороны. И с другой стороны, у них есть на уровне не обязательно руководства. То есть может быть было какое-то сообщение на уровне руководства. То есть официально директор ФБР послал директора ФСБ Бортникову какую-то телеграмму, в которой сказал, что в дополнение к тому, что вы прочитали на сайте американского посольства, или к тому, что вы прочитали Washington Post, New York Times, где это было опубликовано тоже буквально на следующий день. Я вам еще сообщаю, что вот там такие-то детали мы хотели бы вам добавить. Но, естественно, в этом случае, я думаю, что они не дали полной оперативной информации, потому что они наверняка не хотели сжечь свои источники информации. И это затруднило, возможно, восприятие российской стороной. И плюс это, вы знаете, наложилось еще на два фактора. Первый фактор – это путинская психология, конкретная психология конкретного человека. Путин – абсолютный человек, маньяк, и он абсолютный человек, который никому не верит, потому что он сам всем лжет. И когда человек сам всем лжет, он исходит из того, что ему тоже все лгут. С одной стороны, и он считает, что люди, которые ему сообщают какую-то информацию, постоянно пытаются им манипулировать. И он в этом смысле абсолютно, у него башка улетела давным-давно куда-то в астрал, потому что он уже перестал различать реальность и манипуляцию. И он сам себя накручивает, и поэтому ему уже бессмысленно что-либо говорить, потому что он не способен воспринимать никакую информацию. Но здесь наверняка были еще такой этаж. Знаете, есть всегда этаж между начальниками такими средними. Вот есть всегда этаж где-нибудь там на уровне начальника управления или замначальника управления с одной и с другой стороны. То есть чистые оперативники, которые не занимаются никакой политикой. Им не до политики, у них есть конкретные задачи. И они друг дружку знают, они встречаются многократно, и они могут на своем уровне сказать, вот просто на уровне там Джон или там Вася, я вот тебе должен сказать, что это вот мы на полном серьезе. То, что мы рассказываем, это на полном серьезе, можешь мне доверять. Другая проблема заключается в том, что вот этот уровень, он безусловно друг дружке доверяет, потому что они понимают, как циркулирует информация, и они понимают, что манипулирование информации происходит не на их уровне, а на политическом выше, этажом выше, или двумя этажами выше, вот в Кремле, или там у Патуршева в Совете Безопасности. Вот там идут манипуляции геополитические, политические. На уровне Бортникова могут быть манипуляции, но вот на уровне оперативников манипуляций очень мало, и они очень ценят друг дружку слово «настоящие оперативные». То есть они, у них очень специфические взаимоотношения, они очень дорожат этими специфическими отношениями. Другое дело, что Вася может сказать Джону, слушай, Джо, я тебе верю, но ты же понимаешь, что он же трехнутый там, то есть он мне не поверит. Это вот история, помните, это история абсолютно 17 мгновений весны, когда Борман со Штирлицем сидят в машине Бормана, и Борман Штирлицу говорит, вот представьте себе, как отреагирует Сталин, если ему сказать, что вот то-то, то-то и то-то. И Сталин отреагирует плохо, говорит Штирлиц. А Борман говорит, но если я ему об этом сообщить, Сталин мне не поверит. И поэтому ему должен сообщить об этом кто-то, какой-то враг национал-социализма, например, ваш пастор. И вот эта старая-старая проблема, на самом деле, вот это абсолютно классический, несмотря на то, что это художественный фильм, это абсолютно классический элемент, вот как довести до твоего официального врага какую-то информацию, которая его, которая реально. Да, вот Борман, просто Борман хочет свалить Гиммлера, но руками Сталина. И он готов сообщить Сталину эту информацию, но Сталин ему не поверит. И вот для этого ему нужен Штирлиц с его пастором там, и для того, чтобы сообщить, что идут переговоры в Берне между, значит, Вольфом, посланником Гиммлера и Аленом Даллисом, посланником Донована. Вот это абсолютно классический вариант. Плюс в данной ситуации еще наложилась вот какая вещь. Шла предвыборная кампания. Значит, шла предвыборная кампания. И в этой ситуации Путин абсолютно не был восприимчив никакой информации, потому что он боялся, что действительно американцы будут им манипулировать, потому что только-только прошли похороны Навального, только-только закончилась история с Надеждином, и готовился полдень против Путина 17 марта. И в таких условиях никто никому, к сожалению, на высшем уровне не доверял и не верил. И даже если на оперативном уровне, на низком оперативном уровне и на среднем оперативном уровне все получили информацию и все были уверены, что она правильная и что она реальная, и что нужно что-то делать, люди на политическом уровне, то есть Путин, Патрушев и Бортников были к ней невосприимчивы. И вот это проблема, которая состоялась в результате этого дела. Плюс я не исключаю еще одну, еще один худший вариант, когда плюс мы знаем, мы чувствуем, что последние шесть месяцев идет явно совершенно война между башнями Кремля, когда идет война между Бортниковым, Патрушевым, Громовым с одной стороны и Кириенко, там я не знаю, Собяниным, Мишустиным с другой стороны, то есть, грубо говоря, отмороженные ястребы против ястребов рациональных. Мы с вами уже не раз обсуждали этот вопрос, и мы чувствовали, что вот Путин мечется между ними и отдает предпочтение ястребам отмороженным, и поэтому он запустил историю с войной как историю своей шестилетки будущей, и поэтому он не восприимчив уже никаким другим рациональным моментам, хотя рациональные моменты все-таки составились, потому что мы видели, что допускают вдруг до сбора подписи Надеждина, но потом его снимают с гонки президентской, убивают Навального, но потом отдают тело Навального матери, устраивают похороны, где десятки тысяч людей собираются, никого не крутят, никого не сажают, ничего практически не происходит. То есть вот на самом деле вот все эти факторы, когда они наложились друг на дружку, и плюс нельзя исключать, что отмороженные ястребы попытались даже использовать этот теракт, в том числе и против Путина, потому что у меня сложилось впечатление, что Путин не был готов психологически к этой истории, что поэтому он ждал 19 часов, ему нечего было сказать, он вот примерно вел себя так же, когда была история с Пригожиным, с бунтом Пригожина, и потом он уже просто тупо взял версию свою собственную или патрушевскую, что это украинский след, и теперь тупо бьется в стену, хотя все понимают, что никакого украинского следа там и близко нет. Ну, понимают, на самом деле не все, на мой взгляд, есть серьезный срез общественного мнения, есть серьезный сегмент российских обывателей, которые не верят в версию, которую предлагают американцы, на которой настаивают американцы, про ИГИЛ, потому что они смотрят на это вот таким обывательским взором. Отчего это пиндосы проклятые будут нас предупреждать, что против нас теракт готовится? Они же наши враги, как же они будут нас предупреждать о том, что за нас сейчас нападут? Просто, мне кажется, вот этот фактор неверия в данном случае работает на Путина, упрямо отрицающего след исламского государства в этом деле. Ну, вы знаете, он сам довел ситуацию до такого положения, потому что он так много врал и так много устраивал всякого бардака террористического на своей территории с использованием исламского фактора внутри Российской Федерации, начиная с сентября 99-го года, театром на Дубровке, где просто уши ФСБшные торчат за 25 километров, и любому непредвзятому человеку, там Дубровка, видна, как ФСБ прокалывался, Беслан там и так далее. И люди привыкли к тому, что, значит, что-то всегда нам не договаривают. И вы знаете, кстати, такая же история была в обратную сторону. Я вам напомню, когда был теракт в Бостоне на марафоне, а ФСБ предупреждал американцев. Американцы тоже не поверили. Американцы тоже сказали. Или там как-то не так предупредили. То есть было и в другую сторону. Я вам напомню, что у французов, например, последние теракты против учителей, когда двум учителям зверски, значит, ну, не будут давать детали, но убивали школьных учителей. Их убивали чеченцы-ингуши, то есть из российской диаспоры. И на самом деле, кстати, вот если вы посмотрите Макрона, то он очень аккуратно высказывается последние буквальные дни. И именно по тематике террористической, потому что Франция готовится не только к выборам европейским в марте месяце, в мае месяце, но еще к Олимпийским играм в июле и в августе. И в этом случае все равно надо сотрудничать с россиянами, все равно надо брать их какие-то источники, потому что французы очень сильно боятся. Макрон, кстати, неделю назад повысил уровень террористической угрозы во Франции до максимального, до четвертого уровня. Это было в прошлое воскресенье. Он собрал сразу после этого теракта, кстати, совещание. Французы, кстати, подтвердили, опять же, историю с ИГИЛом, потому что они получили подтверждение и от нескольких специальных служб. Самая главная критика еще, которая шла из России, от людей, которые напрямую не связаны со спецслужбами, это то, что они говорят, ну вот обычно там все-таки исламисты, это такие трехнутые на идеологии исламские люди, которые готовы просто жертвовать сами собой, что на самом деле не всегда так. То есть вот у Хоросона они набирали за деньги субподрядчиков, которые шли за деньги просто делать какие-то вещи. То есть это не первый раз такая штука существует. Плюс, вы знаете, вот когда мы с вами говорили про историю с предупреждением 7 марта, там на самом деле не только были британцы, которые присоединились к американцам, там было чуть не десяток стран. То есть там были голландцы, там были австралийцы, канадцы, там несколько стран сразу, потому что вот судя по всему американцы поделились этой информацией с несколькими странами и все эти страны, по-моему, даже Эстония входила в этот список. То есть кто-то из Балтов входил, из трех стран балтийских наших входил в этот список. То есть на самом деле там действительно американцы поделились, они не врут в этом смысле, потому что когда они делятся и когда они так вот настойчиво, это подтвердил, кстати, Кирби, это подтвердили там представители Белого дома, когда они делятся по-серьезному, то вот они не хотят, чтобы россияне врали по поводу того, что им якобы чего-то там не додали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова